Не за горами август, последний летний месяц, а там уже и осень наступает. Самое время узнать, как идёт подготовка к осенне-зимнему периоду. Наша съёмочная группа побывала на совещании, где обсуждались эти вопросы. Руководители энергоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий, представители всех заинтересованных служб и районной администрации, главы поселений были приглашены на совещание о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, которое состоялось в Большом зале районной администрации. Глава Славянского района Роман Сенеговский, открывая мероприятие, подчеркнул, что эти вопросы должны быть в центре внимания всех, кто за них отвечает. Мы традиционно к этому мероприятию готовимся. В выступлении начальника управления образования Славянского района Елены Щуровой прозвучала информация о мероприятиях по подготовке объектов образования к осенне-зимнему периоду. Порядка 211 миллионов у нас в этом году к освоению для того, чтобы привести наши образовательные организации в полный порядок и спокойно войти как в новый учебный год, так и в осенне-зимний период. На эти 211 миллионов с точки зрения подготовки ГУЗБ порядка 89 мероприятий у нас имеется. Заключены контракты и работы у нас продолжаются. На сегодняшний день по 27 образовательных организаций работают уже завершенными, то есть мы уже приняли акты, и 30 мероприятий у нас находятся в работе. И часть мероприятий у нас вынесена на август и на сентябрь. Если говорить вкратко, проговорю, что это и ремонты туалетов, не называя образовательные организации, это и ремонты туалетов, ремонты полового покрытия, ремонт системы отопления, частично, естественно, рождение в школах установлено в инженерной сети, водопровод, канализация, отопительные системы в нескольких учреждениях. Заменяются оконные дверные блоки, частичные ремонты крови у нас есть, обустройство территории проводится. Руководитель общества с ограниченной ответственностью Славянстеплоэнерго Андрей Лубенец рассказал о том, что уже сделано. Уже выполнены работы по ремонту пяти котлов, отремонтировано 122 насоса на назначение. Сейчас ведутся работы по ремонту замечаний Ростехнадзора на сумму более 6 миллионов рублей. При плане ремонта 6,6 километров, у нас сегодня выполнены работы по замене 6,9 километров по изоляции тепловых сетей. По замене в плане 2,5 километра заменено 1,7 километра. После того, чтобы восстанавливать работу, у нас в процессе, в плане и в начале отопительных сетей, нам будет выполнено. Кроме того, были заслушаны доклады о подготовке к зиме в энергоснабжающих предприятиях. Подводя итоги совещания, Роман Сенеговский отметил, что нужно говорить по существу, а главное, чётко отрабатывать все позиции, намеченные в планах. Надо делать дело. Для того, чтобы делать дело, надо внимательно смотреть те позиции, которые мы с вами проводили. Зима не прощает ошибок. И нужно быть полностью готовыми, чтобы во время запуска отопления не было никакой раскачки. К холодам необходимо подойти во всеоружии. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко, программа «События».